Приморский порт Суходол намерен вдвое увеличить грузооборот в ближайшее время. Новейшее производство в Шкотовском округе осмотрели заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Труднев и председатель правительства Приморья Вера Щербина. Технология такова сделана, что мы можем одновременно выбрасывать за час, принимать около 100 вагонов. Поэтому все сделано, все линии работают. Красивый шпак, красивый путь получился. Самое главное, что все спасти. Спасибо. Порт Суходол благодаря удачному расположению сегодня востребован среди угольных компаний, отправляющих топливо в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Мощности перевалки на данный момент превышают 300 тысяч тонн в месяц. Однако уже в ближайшие месяцы этот показатель вырастет вдвое. Ключал номер один, ключал номер два. Глубина 19,2, можно грузить сюда, и две там 120 тысяч тонн. Сегодня на 4,40 отправил судно, загрузили первое судно 73 тысячи 660 тонн. Загрузили за двое суток. А вот прямо, Юрий Петрович, на который мы поедем, да, это причал номер три. Готовность 99%. Вчера Ростехнадзору мы сдали, после праздников сдаем Росприроднадзору, и мы к концу ночи мая получаем свидетельство о собственности. Можно его эксплуатировать. Обращаю ваше внимание, что все конвертные линии у нас с точки зрения экологии, все закрытого типа, чтобы не пылило, не дымило. Все пересыпные станции, все имеют аспирацию, вот сбоку вот эти, вот вертикальные, красивые, все имеют аспирацию. Склады все углены, обнесены метрозащитными экранами. Высота метрозащитного экрана 16,5 метров. Высота стабеля 14,5 максимум должна быть, для того, чтобы не было. Рощение системы все работает. На всех пересыпных станциях, на стакерах рекламы, на судопородочных машинах работает система. Это впервые были применены в настоящее время по всем предпринимателям. У нас там есть система, рощение, так сказать, большим давлением подаем, и называется мокрый туман, чтобы уменьшить пыление. Порт построит жилой поселок в Скотовском округе со всей необходимой инфраструктурой. Сейчас максимально требуется привлечение около 7,5 тысяч специалистов. У нас есть на сегодняшний день люди, ходят три маршрута. Первое, с Большого Камня возим, второе, собираем по деревням, на третье Судяосток, а три маршрута ходят. Следующий момент, мы построили временный жилой городок. Сегодня уже в акте у нас где-то порядка 80 человек. То есть в акте приезжают со всех концов нашей России. Вместе с угольным терминалом поэтапно заработают мощности по перевалке зерна, минеральных удобрений, контейнеров, сжиженных углеводородных газов и другие объекты. Объем грузооборота на объекте составит до 2 миллионов тонн в год. Замечательный порт построен с самыми современными технологиями. И он сегодня будет помогать развиваться экономике России и Дальнего Востока. Сейчас у них есть заявки уже целого ряда компаний Дальнего Востока на использование порта Суходол для развития компаний. Они будут диверсифицироваться, они будут принимать другую продукцию. Об этом сегодня говорили. Мне порт очень понравился. До конца года Суходол ставит перед собой задачу увеличить объемы отгрузок на суда до миллиона тонн угля в месяц. Правительство региона заинтересовано в развитии портового хозяйства региона. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok